добрый вечер дорогие друзья так мы с вами снова продолжаем проходить динокризис 2 вторую часть на playstation 1 друзья прием прием привет буба рад тебя видеть друг мы так ну что давайте продолжать на нем в опции нормально так вот и нам хотел какие-то два вопроса задать задавай я вроде готов так сказать принять высушить твоих предложения или вопросы в общем ответить на них так давайте что ли начинает загрузимся дальше 1 карта памяти сложности норма сил прежде чем пригласили привет привет сэйф рад тебя видеть тоже друг мой доброго вечерочка тебе всем друзья добрый вечер всем хорошего так сказать вечера время привождения так ну что давайте продолжать в общем ты мы играем за дивана фильм так первый вопрос от бубы которыми хотел за фильм что сегодня был он был из твоей коллекции или кто-то посоветовал нет я его выбрал сам поскольку я у давно очень смотрел ну как сказать я он начал смотреть и не досмотрел я как-то отвлекся и в итоге забыл еще про него а а потом я вспомнил что здесь такой анимационный фильм и в итоге решил его включить так что вот такие вот дела так давайте тогда выбираться анимешник ну ну да практически можно сказать я не мыши как бы приличное такое количество маги смотрел так что русская да я не данный момент тоже смотрю сейчас аниме под названием паразит так маленький недоноски тут компас огнатый на трупе видны следы от укусов на него наверное напала целая армия динозавров показ прошел нормально даже случайные гости с телефоном забры забредали можно как-нибудь повторять практику показа кино да вполне возможно что будем так делать но запись на youtube я выкладывать не буду хотя честно говоря на ютубе дофига всяких фильмов которые так выкладывают и уже понятие о том что типа нельзя рекламирует память частного домашнего использования уже устарела как лет десять так что но заливать не буду принципе бессмысленно потому что все эти фильмы уже есть на известных сайтах так что просто как говорится это не респектабельно для меня так сказать на один раз посмотреть вечерком с друзьями в чатике и принципе и все сомнения в госе твоим слышу но я как сказать я просто подумал в этот момент я действительно ли они мышники смотрел я столько ли они мы чтобы назвать они мышников и подумал что да я действительно не мышки прошу же особенно за последнее время очень много аниме пересмотрел а лет так десять назад или нет не десять лет восемь назад я смотрел другие еще аниме последний раз очень было давно сейчас недавно буквально на последних месяцах начал активно смотреть аниме а до этого считай не смотрел лет восемь наверное я думаю аниме паразитка думал такой есть а ну да чё-то было похоже ты главный фильм не смотрел одноименный судя по трейлеру это слишком жестко понятно понятно так что то что у нас тут о привет мышка рад тебя видеть что за фильм да тут фильм обсуждаем сегодня кстати я фильм транслировал так это новый динозавр появились у нас сегодня фильм транслировал проект а альфа в общем ты мышка к сожалению теплом не было на трансляции но записи как бы нету я записи не буду выкладывать фильмов касательно так что такие вот дела так здоровья мало что то другого цвета монстры монстры динозавр ты на улице было никогда никогда не находил динозавр вот таких мелких динозавров что на тебя напали а я кстати он нашел чисто случайно я даже помню какое-то место но если мы дойдем я потом скажу что это за место и кстати я тоже могу долго найти когда проходил эту игру так что очень-очень долго я помню я помню вообще ступо случайно нашел просто тыка по всей щели каждой комнате так электронный замок включен чтобы открыть его нужна карточка по лаборатории ладно так включен все заразку сорняками так видишь нашел дыру проделанную динозавром покажет где лежит а в то время я даже в инете не мог найти где этот блинский динозавр павел ну я скажу так он лежит как бы тебе так сказать что ты немножко сам его поискал так сказать он лежит в общем то возле джипа военного скажу так маленький такой джип ну обычный военный зеленый а джип находится военном городке когда после сцены с вертолетом когда диван уничтожает раптора с вертолета показывают нам первую локацию того города куда напали динозавры и вон там есть этот джип в общем там ищешь и в итоге вот найдешь ну ладно потыкаешь я думаю найдешь стриме покажешь а ну тогда стриме можно так будет наглядней так ладно давайте что ли идти дальше сейчас нужно по моему карточку тут активировать не спойлер не все играли ну если даже я на спойлеру там буквально на спойлеру только один файл так что файл там гораздо больше чем один может для некоторых это игра откровения да в принципе тоже правильно это он за мной включен чтобы открыть его нужна электронная карточка лаборатории так лаборатории ва 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 сейчас будем гнаться за этим маленьким паразитом который свистит эй это мое карточка похищен уже вернуть так ну иди сюда ты маленький засранец ждет ждет пока мы буксует приготовиться от нас бежать маленький засранец но еще набежал в кусты сейчас нужно комната закрыть его ловушку так сказать загнать давайте пока обследуем это все дело так этот можно смело закрыть в проем тем времену открывать и закрывать вентиляционный люк включите куда какой это был укуреная эй 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 да 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 на самом деле эй это мое такое на самом деле укуренное было динозавр устроил тут свою логу лучше его не беспокоить и не будем не будем беспокоить сейчас надо беспокойство динозавриков вентиляционная а ну да короче понятно так так восстановление временных ворот почти невозможно из-за нехватки аппаратуры сегодня собираемся провести последний эксперимент однако нехватка аппаратуры помешала нам провести этот эксперимент на прошлой неделе бригада действительно лейтенанта вульфа должна была привести нам приборы для эксперимента но они так и не явились наверное что-то случилось в военном отделе мы не смогли выйти на связь с ними если мы не остановим не оставим идею провести эксперимент тогда нам придется пойти в ракетный бункер на другой стороне моста но недавно этот мост разрушили другой путь на ту сторону лежит через зону ядовитых растений а вот этой зоны лучше лежат подальше а какая игра будет следующая на стриме Сереги точнее заказ так а вот это место я помню ну насчет игры я не знаю поскольку после этой игры мы уже будем я уже буду выбирать какой вариант из голосования будет так что после этой игры я уже выберу вариант из голосовалки который будет лидировать и мы будем проходить на харде а после этого после этого я наверное думаю что мы будем наверное проходить не знаю даже не знаю друзья но там я подумаю короче говоря может даже свой вариант предложу пока что план есть план пройти к какой-нибудь игре на харде который выберем в голосовании это терминал для доктора не работает неизвестно что здесь хранится интересно куда бы не муж лучше пропал уже из костюмов не появилась странность ну может быть дела какие-то так открываем критку критка открыто если для лошки откроешь критку да критки еще что-то есть ты нашел новую динопапку меня опять вычек вычекнули тебя вычекнули в каком смысле сейфер так компас агнатус значит челюсть длина 1 2 метра рост 0 5 метра его называют компи рацион состоит в основном из насекомых это крушенные динозавры они не опасны для человека они передвигаются стаями их жизнь обращается в руках стада только когда они стали гнездиться в нашей лаборатории они стали беспокоить их глаза похожи на птичьи похоже когда-то когда они находят маленькие блестящие предметы они утаскивают их свои гнезда такое их проведение часто причиняло нам проблемы как вести бой никто не придал значение тактике ведения боя так как людям они не страшны тем не менее мы думаем как помешать им похищать личные вещи солдат сейчас же июнь вот-вот начнется школьные каникулы егэ может они лучше готовятся к экзаменам Данила тоже свалил на игру а на игру тебя вычекнули ой не знаю ребят ой не знаю что будет конечно под лето не могу загадывать терминал открывает и закрывает вентиляционный люк включишь терминал да сегодня тоже надо будет пораньше речь спать потому что я последние полтора месяца ужасно поздно ложусь спать так что друзья устанавливаю свой режимчик уже не буду как раньше ложиться в 3 часа ночи надо будет ложиться уже в час а то блин ужасно уже мозги начинают плохо думать и в общем все остальное и поэтому не надо иногда бывает что и туплю в играх кстати говоря это кабинет доктора здесь такой беспорядок что ничего он невозможно найти прям как у меня дома так дяааааа кому мешало ложится поздно спать да вот сам себе проблемы сделал на ровном месте так сказать 25 марта в последнее время стали часто проводить личные вещи особенно мелкие предметы такие как зеркальные часы недавно пропала моя серебряная ракета А ходят сухи, что их крадет какой-то мягенький динозаврик. Его произвали именем Компи или что-то в этом роде. А вот они, банда Компасагнатусов. Просто уйдет и говорит, что после заказа Теда Двани будет мя... А, твоя имеет что-то играть с Эйфера. Да-да-да, если я не ошибаюсь, я забыл просто, извини. Как я и говорил, поздно ложиться спать, дает о себе знать. Ну, в общем, я тогда, значит, получается, после... Делаем так, в общем, друзья. После вот этой игры мы пройдем на харде какую-нибудь игру. А потом можем пройти... Или нет, давайте, наверное, лучше Сейфер после этой игры твою игру пройдем. А потом уже на харде будем проходить какую-нибудь выбранную игру. Так будет лучше. Ты преувеличиваешь, может быть. 3 апреля. Сегодня я услышал интересную историю. Вороны и другие птицы любят похищать бестящие вещи. Возможно, Компи это тоже свойственно. Дело в том, что все пропавшие предметы были блестящими. В них очень много общего с птицами. Возможно, это их предки. Нам не удалось поймать ни одного из них, так как они очень быстро бегают. Но мы можем их приманить. Тогда, возможно, 6 апреля. Мы взяли клетку в оборудованных животных и, в конце концов, смогли поймать одного из них. Приманкой послушал браслет Ауна. Нам оставалось только перекрыть все возможные выходы. Если бы был хотя бы один выход, мы бы не смогли его поймать. Наш план воспользоваться клеткой и всех их переловить. Хищники, которые их поедают, начали заходить в эту зону Компи. Какая досада. Еще только через две... Две... Дверь или что тут? Две весь персонал... Нет, весь исследовательский коллектив передает в Эдвард Сити. А пока что, нам придется защищаться от этого здания от динозавров. Да, Сейфер. В общем, можешь радоваться. Потом будет после игры 2 игра. И потом уже то, что выберется из голосования, будем проходить. Так, ну что ж. Давайте ручим. А если сказать, еще что-нибудь на столе находится микроскоп и образ... Так, этот пароход должен быть открытый. Так, смотрим. Что у нас тут вообще есть? Новая вещь. Опаньки. Новая вещь. Единицы смерти. Так, есть у нас... Этот костюм может полностью вылечить кровотечение, кровоточечные раны. Еще защитная броня от кровотечения. Серебряная карта. Будет увеличивать время отображения на комбо-экране. Да, я помню эту карточку. Я вообще страстно их любил покупать, эти карты. Потому что они реально давали хорошее, так сказать, преимущество. Байби с динозавровами. Рат-рат-рат. А насчет Харда тебе придется кидать 1 Д3, потому что ничья. Ну, посмотрим. Я же говорю, к тому времени, возможно, может кто-то еще проголосует. Времени еще хватит, я думаю. Так, ну карточку не знаю. Я знаю то, что нужно купить вот этот костюм. Без него я просто точно буду терять кровь. Все, за кровотечением можно не беспокоиться. Если что, как раз вместо хемостатов что-нибудь другое возьмем. Так, давайте ловить этого не до динозавра. Посогнать усе. Идите его налево. Опаньки. Так, вот этот маленький засранец. Дай ёпку полку. Ах ты маленький недоносок. Подождите, догоню. Ах ты маленький засранец. Подожди, я тебе... Я надеру тебе задницу, маленький недоносок. Так. Да ёлки-палки. Что ж ты... Зам маленький такой. Так. Неправильно обойти этого засранца. Так, пасем, пасем его. Давай, давай. Заходи, засранец. Или он надерет тебя. Возможно. Пока что я ему надираю. Гоняй его туда-сюда. Так. Где этот маленький паразит? Ах ты маленький засранец. Иди сюда, ты мелочь маленькая. Победы мелкие. Главное, делся. Кажется, я его чуть порезал бы. Даже два раза. Хотел бы себе такого питомца. Нет, не хотел бы. Потому что он бы все мои вещи бы крал бы. Я бы просто бы... Не знаю, оставался без ключей. И без чего-либо. Так, ну иди же ты туда, ты маленький подонок. Ой. Ой, блин, я забыл закрыть эту чертову дверь. Ах, е-мое. Да, музыка и шоу Бенихилла здесь нужна, по-моему. Ну иди сюда, ты маленький. Медоносок, мать твою. Подожди-ка, я тебя достану. Господи, что за мучение. Разработчики, вы садисты. Просто садисты. Давай, 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 давай. Иди, иди в ту дыру. Да, е-мое. Чтоб тебе провалиться. Ты мелкий недоносок. Подстрелить бы и все. Нет, надо бегать. Маленький засранец. Ну. Да ж ты. Да ж тебя бьет. Взять сюда, маленький. Да е-мое, почему он сюда бежит? Иди туда, ты маленькая. Паскудина, я тебя сейчас прибью. Иди туда, быстро. Быстро, я сказал, мать твою. Так. Давай, вылезай. Да почему он туда бежит? Мелочь. Такая кузатая. Бери с них деньги, а то игры они заказывают. Да, вообще хорошая идея. Возьму на вооружение. Но вообще надо будет изменить систему заказов игр, потому что если будет каждый заказывать со временем, да, если зрителей будет много, то если будет каждый заказывать, я просто не смогу запомнить все заказы и просто их все исполню со временем. Ну, это, конечно, не, как бы, будет, не имеется в виду, не за донат, само собой, потому что это будет глупо. Единственное, что, может быть, на харде я потом буду придумывать, типа, там, 100 рублей какую-то игру проходить на харде. Выбираем там 3 игры, я не знаю, или кто-то там донатит, чтобы такое мероприятие было, я выбираю 3 игры, и будет какой-то хард. Ну, первый раз будет, так сказать, или бесплатно, но это тоже, так сказать, размышление, но, не знаю, посмотрим. Это, конечно, тоже все, так сказать, абстрактно пока что. Так, ну, давай, иди туда уже, маленькая смолочка. Человечество именно для этого придумало письменность на заре веков. Да, именно так. Вот он, отдал наконец-то мне карточку. Маленький паскудник. Куда находится динозавр? Маленький динозавр уже давно высох. Клетка закрыта, она не открывается. Это замануха, она вначале бесплатна, а потом, бац, и все квартиры переписаны с триммера. Ну да. Тоже, так сказать, верно. Так, что за литунны какие-то, блин? Я вам сейчас полетаю. Блин. Мы еще чем-то блеванули. Так, ну ладно, фиг с ним. Ай, блин. Маленькая, маленькая сголочь, я тебя замочу. Так, где моя карточка? Где моя карточка? Я хочу применить ее. Все, отлично. Карточку мы применили, друзья. Удачно. Давайте получим наш элемент. Кто тут у нас? Кажется, в формальной линии лежит тело молодого человека. Да, непонятно, кто это. Но там вроде видно, что чье-то тело. Пробег разбит повсюду на пол, видны пятна. Промалинова зона пробирка треснула из-за того, что обвил плющ. Не всегда у него силища, такую толщину стекла пробить. Так. Тут у нас что? У тебя есть батарейка. Батарейка. Это устройство контролирует подачу энергии прибора. Некоторые приборы были разломаны, и их части пропали. Обнаружили еще один... Что-то там обнаружили. Как и предполагали, а, труп обнаружили. Как и предполагали, он не был жителем Эдварда Сити. Напрашивается только один вывод. Что он, что он, ему подобные пришли из другого времени? Но разве это возможно? В последнее время перед нами часто появлялась молодежь и нападала на нас. Попытки переговоров с ними ни к чему не привели, но ничего не поделаешь. А, вот эти какие-то непонятные чудики с дисками Пауэрис Рейнджерс. Так. Сегодня мы хотим вынуть одно из тех тел из Формалина и провести вскрытие. Результаты вскрытия будут переданы полковнику Мэдисону, или Мэйсону, который находится на третьем энергоблоке. Так, ну ладно. Кажется, форма линии и жить тело молодого человека. Да, тут похоже, не одно тело, достаточно много всего было. В общем, получили деталь для нашего двигателя. Можем теперь смело убираться. да, я мое. Болевану теперь. Так, все вылезло. физический замок. А, да, точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. так я вроде бы все туда смотрю вроде бы все смотрю секунду ты вроде открыл валим дальше не назову да я последнюю комнате взял батарею взял сайфер взял поддонки на этапе забыл поменять гостхантер на динокрис 2 на твич я не смотрю название да кстати на истории я забыл поменять блин забыл извиняюсь друзья это будет поменять просто игры часто перенесли да ё-моё игры постоянно как бы менялись быстро поэтому не успел так ладно черт с ним будем слишком задерживаться да это точно это мнение рапторы без тети еще довольно быстро и слишком даже быстрый так я слышу звук аллазавра иди сюда мой сладенький сейчас я тебе на строчу дроби как ты маленький барщилец и мне тут еще порычи в спину схватил пройдем сегодня не на кризис навряд ли пройдем потому что что то что то я сегодня устал очень сильно я очень сегодня рано встал завалили недоноска завтра я думаю мы точно пройдем деньги на кризис до конца завтра я даже пораньше сделаю стрим даже наверное в 7 часов чтобы побольше пройти можно было может даже в 6 посмотрим тик что там у нас дача пьеды доносок подожди я вам всем задницу надеру ты работаешь завтра да ну посмотрим я же в общем не знаю как и что быть но наверно в 8 часов как обычно сделаю стрим посмотрим ой блин сефир ты меня конечно извини я реально у меня просто память вообще дыра дыра в памяти прости пожалуйста реально забыл блин неудобно честно сказать так опять динозавры так куда там надо было идти я забыл совсем а на корабль я сегодня обязательно посмотрю это я уже даю сто процентов точно обещаю не забуду я вот закончу трансляцию посмотрю что формат файл реально забыл вчера просто блин просто вылетел из головы не знаю как это случилось дико приношу за это извинения тебе сейфер так самое главное мои игры не проходят а какие твои блин у меня уже есть знакомый стриму которого говорят память хлебушкой ну что ты такой нет это все банально потому что идет эти два дня очень рано вставал поэтому просто я забыл из-за этого наверно этический замок ты можешь разблокировать его оружие джина так и не открою раздоним 23 я он джи дарк а понял 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 но я запомню эти франшизы пока что я проходить не собираюсь так друзья сейчас на минутку отойду буквально на минутку сейчас вернусь а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... у тебя есть карта какая карта меня нет странно ну значит глючит что-то наверное физически замок можно блокировать его риджин риджи не нам-то среди не нам или риджи не нам правильно сказать возьмешь вас крыши резерв да возьму резерв но хотя бы разе резервов сюда стоило пойти на короче понял куда идти абсолютно как говорится понял куда идти а карта местности да точно я же был у меня мозги сейчас по-моему на бикрине уже от недосыпав а сегодня надо будет хорошенько выспаться ай-ай-ай пора подлечиться так уж эти хлебушки а почему ты ложишься три часа ночи но это все из аниме пошло потому что запал на аниме сейчас скажу как он называлась аниме назывался терроформирование на него я запал и в итоге интересные были серии и в итоге я все больше хотел посмотреть в итоге лег поздно скажем так как говорится там серию посмотрел интересно что дальше еще одну посмотрю и так вот так вот так по нарастающим получилось одним словом десна смотреть на стены не совсем мозговит угол в данный момент возникает интересной ситуации да такое интересное наблюдение так магазин но советую кстати посмотреть терроформирование этот аниме очень интересное там это уже как ужастик идет очень интересное так сказать аниме и довольно необычно сейчас она кстати до сих пор еще выходит если я не ошибаюсь или выйдет по моему новый сезон и продолжение так оружие оружие нового нету вещь карточку сейчас можно карточку пить будет увеличивать время отображаем на комбоэкране все времена карту купим отлично так зарядим оружие ох уж эти тестеронные тараканы да 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 я помню вот они самые так одно скажу я полностью люди креативные пошвы да согласен еще какие креативные пошвы так что еще можно увеличить ты же говорил паразитка смотришь уже терраформ нет терраформ я уже посмотрел месяц назад паразитку сейчас я смотрю паразитку начал буквально три дня назад смотри тоже понравился интересный сказать аниме довольно тоже необычный в стиле этого нечто сделано по стилистику аниме так нужно было по моему идти сюда не сюда надо будет идти обратно кажется если не ошибаюсь давайте-ка глянем карту а я вспомню куда нужно это все правильно нужно идти вот сюда потом я еще после этих какого после терраформеров начал смотреть атаку титанов сейчас тоже смотрю жду пока выйдет 10 серия тоже уже посмотрел первый сезон посмотрел половину вторую сезону почти ну в общем жду серию десятую потом посмотрел большие гиганты школы титанов чтобы как-то так называлось только две-три серии по-моему включи карту и подумай куда ты хочешь попасть да надо карту включать потяще так сейчас попробуем очков заработать а как интереснее засчитали ладно а так титанов я на сайте где сериал смотрят вижу там картинку серии новый ужас вот этот там рожи на картинке серии да рожи там конечно те еще но это объясняет почему у них такие рожи не буду спойлерить там объясняется там в основном по манге же по моему и делали эту атаку титанов кстати есть хорошая манга комикс по динокризис первой части ведь и в гугл динокризис манга первая часть очень хорошая есть так сказать манга нарисованная комикс под первую часть и есть от того же наверное так сказать создателя манги третья часть biohazard 3 last escape тоже манга даже могу если что ссылочку скинуть в общем там подробно все классно так сделано мне даже повезло найти в хорошем качестве эти картинки ну в общем то комикс и на английском языке хотя бы на английском на русском я еще не нашел может быть есть не знаю так ну в общем вот мы выбрались друзья кажется так быстрее ах ты бакуешь да в английском ты моя твоя кровать да 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 я в английском не бум бум так что особо не шарю ну знаю так немножко в принципе немногие слова могу не знать этого половину смысла только понимаю но в принципе там и так логично там и английский даже не нужен по картинкам и там и так все можно понять единственное что там новые добавлены как бы ключевые сюжетные вещи в комикс по третьей части biohazard что немножко разъясняется откуда появился немесис откуда появилось вот это все дело там в ракун сити как это там появились наемники ну там короче все подробно описывается в двадцати кажется пяти выпусках комикса в общем зачетная серия комиксов по третьей части надо вам поглядеть я вам скину сайт ссылочку если хотите только если вы хотите напомните мне потом после стрима ага мы помним как ты поездок переводил ага так кажется наша подруга сбежала ее нет я понимаю а ты знаешь что мне показалось странным я просмотрела все записи о солдатах и просто проживающих здесь но я не нашла фотографии этой девочки как будто она даже никогда и не существовала может она вовсе не из тех кому удалось выжить а что если эти люди в касках пришли к нам из другого времени что да нет ничего мы нашли кое-что что поможет нам отремонтировать корабль пока нам не удалось найти никого из оставшихся в живых или какой нибудь полезной информации нужно осмотреть другие участки с помощью этих контрольных панелей мы сможем найти участки где можно совершить посадку веры так диван тут что-то отдал или короче батарею регине и она там приставила нужное место кораблю корабль снова пашет так все это отлично починили правда временные ворота сломаны но корабль сам работает временные ворота связывают это в мире настоящее время ворот больше нет восстановить них невозможно нам здесь делать нечего уходим вас понял босс был такой вроде сюжет в геносерии а они превратились в сериал в гэйф в босс и свели ее в гроб не знаю не видел так ну что у нас тут в общем то много еще нет единственное что конечно парочку хотя аптечек тоже достаточно так погнали друзья так точка маршрута эдвард сити третья энергия комплекс ага энергоблок третья энергоблок пункт назначения ну что погнали тогда в третий энергоблок а а мы окружены не волнуйся положись на меня сейчас будет моя любимая часть друзья я говорю серию игр динокрис загубили и загнали в гроб а ты об этом ну да третью часть конечно там вообще не понятно куда засунули так это еще что за так ну вот погнали здесь обувь пойдет экшн бля так и 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 Продолжение следует... 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 Да, я думаю, нам еще предстоит пострадать в этой игре... В каком-то месте... Так, ну вроде все, тихо, вроде всех завалили... Сейчас должны еще дать халявные очки... Да, 30 тысяч мы заработали просто на халяву, друзья... Продолжение следует... Ах ты, зараза... Ах ты, зараза... Какие-то кацаны... Засранец... Засранец... Все... Кто-то еще... Кто-то еще хотел мне надрать задницу... Только подойдите, всем надерусь задницу... Мало не покажется... Так... Это конец... Выжить в таких условиях... И умереть от руки человека... Кто они... Эти люди... В касках и костюмами наездников... Один раз мне удалось сбежать... Но я, кажется, потерял ключ от этой лаборатории... Какой я дурак... Он может быть только в одном месте... Я потерял его где-то возле ручья... В джунглях... А мы нашли уже эту карточку... Этот ручей узкий... Поэтому очень быстро течет... Нужно побыстрее туда добраться... Иначе течение несет ключ... Диск, который я должен был доставить... Полковник Мейсона был выкран... Думаю, нам... На диске хранились результаты вскрытия... Вероятно, они умерли пару дней назад... Похоже, что его средняя часть была вырвана... Кажется, его нашли крылатые чудовища... Так, давайте-ка, смотримся... Кстати, здесь тоже есть динопайл... Про птеродактиль... Прямо тут... Пладем, что-то есть-то наше новую динопапку... Птеранодон... Значит, летающий без зубов... Длина 3,0 метра, размах 6,0 метров... Собственное наблюдение... В основном питаются рыбой... Этих летающих рептилий... Можно встретить возле Альзор... Они парят над водой, высматривая рыбу... А потом молниеносно ныряют... Чтобы схватить рыбу... Хотя их рацион состоится в основном из рыбы... Они едят и мелких животных... И млекопитающих... Таких, как мы... Недавно... Птеранодоны стали нападать на людей... Вблизи оборатории... Пытаясь отвоевать свою территорию... Как вести бой... Когда они окружат над тобой... Очень трудно попасть с них... Хотя... Кажется, что они медленно летают... Но все же... Они летают быстро... Прежде чем атаковать жертву... Они подходят и окружают ее... Именно тогда... Ты должен... Пристрелить их... Ты должен запомнить... Что их броня... Из кожи... И толще... Чем это кажется... И если ты будешь пытаться... Подстреливать одного... Другие нападут... На тебя... Чтобы снизить ту вероятность... Важно выбрать... Соответствующее оружие... Друзья... Вот такие вот дела... В стиле Николая Дроздова... Начал тут лекцию... Как говорится... Вести... Питаются рыбой... Те я приняли за тюленя... Не, ну тюлень... Ну... Не знаю... Может быть за тюленя... Может за касатку приняли... Или у кого там еще... Тут несмотря на чуть-чуть... Эта атмосфера... Ощущение, что мир есть... Сгнившие вещи... Эти записки о том... Как жили люди... Полностью... Ага... Да... Наверное, их атаковали динозавры... Когда они искали ресурсы... Ресурсы... Ну да... Тюлень-то рыба... Ну... Значит... Скорее всего, приняли за тюленем... Электронный замок закрыт... Чтобы открыть... Нужно ключ-карты... Энергоблока... Она у меня есть... Поехали... Продолжение следует... 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 неужели у солдата ничего нет кармане дефекционная карточка так отлично тебя есть карточка механика . механика лежит труп в его руке пистолет патронов в обойме не осталось на теле много ран очевидно от ударов клювов короче вы закрывали до смерти маленький котел должно быть его быстро построили после прибытия в этот мир шоу обогрев особого построили так в общем получили карточку механика может быть двигаться в подземный комплекс а нет нам нужно же сначала в катере открыть открыть так сказать ящик секретный давайте посмотрим там по-моему код нужно если не ошибаюсь сейчас мы применим получим приз в в в в в давайте еще вылезать в 3 на халявные очки может заработать и бесплатно чисто сезон так есть чипом 3 должно быть если не ошибаюсь потому что нет она 10.000 и плюс еще 10000 получится в итоге 20000 мы заработали в принципе уже нам плюс карман так сказать ящик для мелких инструментов для ремонта тебе нужен ключ чтобы открыть ящик ключ у меня есть так аккумулятор супер клиновка чат отсека да вот так код лифта код лифта к третьему энергоболку заменен новый код 542 другая цифра неизвестно 542 то непонятку последовательно как эта цифра должна подойти если мы поэкспериментируем пока что только три цифра до 10 тысяч дополнительных без вреда если вы конечно нас не косну то получим такие вот бонусы еще плюс есть сохраним комбо так давайте-ка откроем попробуем вести для работы терминал управления нужна карточка механика так вещи ключи так очков удостоверение техникам третьего энергоболка так может быть 3 то есть цифра я запомню если что хотел посмотреть еще файл еще раз код лифта вот лифта 5 3 4 2 допустим допустим 5 3 4 2 я же забыл блин так 14 код 5 3 4 2 неверный код ведешь код снова конечно веду ладно надо кому-то посоветовать тебе игру где много загадок наш не хватило бы это честно сказать так 5 4 2 3 допустим блин теперь еще код гадать какой же код 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 нужен код 5 3 допустим 2 4 счет меня большие сомнения что это не тот код хоть это видно так ну а допустим 50 пусть будет 42 но вот это еще с кодом возиться так ладно может быть код может быть 3542 самое смешно у нас есть три цифры у нас нет одной цифры хорошо допустим первая цифра была 5 остальные три цифры 42 но вторая цифра нам неизвестно как она может быть допустим пусть будет один четыре два допустим тоже неверно хорошо 55 пусть будет тогда 4 4 4 2 нам попали мы данной цифрки 5 тогда пусть будет 3 у нас помню было допустим пять один четыре два может быть так ой блин то тут у него пять один четыре два ну лёгкого мэнэ шо ж такое 5 5 1 нет один уже был 0 4 2 2 египетская сила в чем же тут проблема так какая же должна быть цифра допустим будет 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 не на пять пять там 4 2 что-то замер ожиданий да сайфер я знаю я тут жду так сказать пытаюсь сам решить код но что-то у меня не выходит это так 5 ах блин я кажется понял опять таки трудность перевода игры потому что возможно код может быть вообще другой я вообще могу не тот код набрать так сказать допустим 5 3 2 1 так давайте-ка еще раз глянем файл что здесь не то так вот новый код 5 4 2 почему-то написан что за бред непонятно где еще одна цифра не ясно 5 4 2 угу какая же цифра может быть там может быть не так я сейчас гуглану и скажу насчет правильности перевода не подсказывай если что ну давай гуглини посмотри если действительно перевод неправильно в игре то соответственно мы еще бы не поймем что-то доводить потому что в динокрисе первым таки мы тоже сталкивались да очень странно в общем я пока сам попробую еще раз решить так ну ладно допустим 5 5 5 пусть будет не за 2 3 4 ё-моё так 3 пусть будет тогда хорошо 2 4 5 да да тут конечно комбинации может быть много потому что вариаций как бы тоже много блин что то я думаю какой же может быть код не знаю не знаю 5 допустим может быть 5 4 2 3 нет тоже не то а если я попробую 5 4 2 0 опаньки 5 4 2 0 код подтвержден можешь брать лифтом ну все теперь можем спускаться в нижний отсек в глубины так сказать вот он идет подводные установки поднимешься точнее спустишь на лифте конечно спущусь так лакерон да ладно лакерон клюв обнаруживает утечку энергии где-то поблизости должен находиться генератор так понятно обычно к этому течка ты хочешь что он рандомный и цифра покушена рандомная может быть кстати да то я помню что это рандомный какой был я сейчас только вспомнил ну значит мне просто тупо повезло хотя не сказал бы что провезло сколько пытался сам решить в итоге решил так туда не проникнуть значит нужно значит нужно попасть через другой проход ооо сейчас у меня будет любимая моя головоломочка стукать по этим дурацким кнопкам или как они называются так что тут этот терминал подает энергию ко всем механизмам в комнате во время потыкушек да 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 но самое питание перекрыто к лифту и камере воду лазного костюма на экране показана программа возобновления подачи энергии крутишь подачу энергии реактивация источника питания проверьте с помощью компьютера чтобы питание было подведено ко всем приборам предупреждение в случае энергоперегрузки процесс реактивации будет прекращен так стоп секунда состоит 0 0 0 0 0 0 0 0 Реактивация источника питания восстановлена. Интересно, а работники, которые работали в этом месте, они, наверное, тоже так энергию восстанавливали методом ударения, так сказать, шокером по панели. Интересно было бы узнать. Так, ну вот, активировали мы большой лифт. Так, вот наш скафандр. Каменьчего нет. У тебя есть акваланг. Бобу, я слышу, что ты несешь ответственность за эту зону. Вот для тебя подарок, который может тебе пригодиться. Это касается перезапуска блока. Когда ты начинаешь программу перезапуска, все будет нормально. Произошел сбой в работе трехконтрольных терминалов. Вот способы их активации. Когда ты запустишь программу, произойдет перезагрузка, верно? Когда это произойдет, ты должен нанести по нему электрический удар с помощью инструмента. Это должно помочь. Удачи, увидимся позже, Майк. Да, похоже, как я и думал, они так и делали, по-моему. Этот терминал содержит записи о выследовании использования гидрокостюма. Прошел больше года с тех пор, как пользовались гидрокостюмом. Так, год прошел, но я думаю, наверное, он еще не издырявился. Можно будет пользоваться. Ну все, давайте спускаться. В принципе, ничего больше нет, интересно. Режина надела водолазный костюм и идет в подводное здание. О, сейчас будет моя любимая часть этой игры. Так сказать, подводное плавание. Или навияние, или погружение. По-моему, все сразу вместе. Внимание, посторонний предмет заблокировал лифт. Аварийное отключение. Так, что-то, по-моему, текстурки Легины куда-то пропали, точнее. И у костюма. Что-то очень странно. Так, я вижу сзади. По идее, должен быть там монстр. Но что-то он не показан. На наклюк эмулятора, скорее всего. Так, когда у тебя чатик ютуба из твича будет вместе работать с этим? Ну, так-то у меня чатик твича работает с этой программой. Только ютуб не работает. Ой, я что, себя не вижу, что ли? Это проблемка. Это чертовская проблемка, потому что я себя ни черта не вижу. Вот так, чуть-чуть вижу. Да, здорово, конечно. Попали, называется, друзья. Так, может быть, мне удастся храниться хотя бы где-то по близости. Благо, хоть патроны бесконечные. Так, меня покоцали, но я не вижу врагов, врага и себя не вижу. Блин, обидно, конечно. Почему так с эмулятором стало тут, ну, именно в этом месте? Я даже не вижу, куда я вообще иду. А, вот я вижу. Эта панель показывает подачу энергии к лету. Сейчас напряжение пара делать и не будет. Ладно, я попробую выйти хотя бы куда-нибудь. Так, а у меня панели. Так-то я себя, конечно, вижу немного. Так, вроде никого нету больше. Блин, вот это, конечно, что-то с чем-то. Так. А, вот сейчас я чуть-чуть вижу себя. И то только чуть-чуть. Ай, больно. Так, лифт. Что-то, что-то опять. Так, где я вообще-то? Черт возьми, я сейчас, по-моему, прикокошит. Где резерв, хемостат, резерв. В принципе, у нас пока более-менее жизнь. Так, сейчас я иду правильно в эту дверь. Не люблю часть этой игры под водой. Понимаю. Может, только в этом месте ключ. Сейчас посмотрим. Да, лаги, конечно, жесткие. Ну, блин, не видно. Вот сейчас мы дошли до вот этого пункта. Почему не видно? Непонятно. Магазин сохранился. Давайте сохранимся. Потому что, блин, это не дело, так сказать. Жмурки. Да, жмурки точно. Те еще. Так, перезаписать. Да, перезаписать. Сохранено. Так. Нет, ну это вообще, конечно, реально подстава. Вот сейчас вот в таком состоянии хотите бы играть. Вот так кусочек тут почему-то видно. Это наносится то, что текстуры плывут, поэтому. Да, я думаю, стоит поменять настройки графики. Потому что, друзья, так играть мы просто тупо не сможем. Давайте мы узнаем, что сделаем. Сейчас, наверное, я вот так сделаю эмулятор. Так, configuration. Просто сделаю экикс эмулятор. Блин, конечно, паршиво получилось. Очень неудачно. Сейчас я просто поменяю настройки. Так, видео. Попробуем другой драйвер. Допустим, OpenGeo 2.9. Окей. Надеюсь, получится. Я надеюсь. Так, ИСа. Тек. Вроде все нормально. Сейчас должно получиться. Я надеюсь, конечно, на это. Челлендж пройти игру с невидимыми врагами и персонажем. Да-да-да. Вот такой вот челлендж. Но я не знаю, что это за глюк. Я надеюсь, вот этот плагин поможет. Обидно, конечно. Да это вовсе нормально. Это еще повезло, что я хоть сохраненку нашел сразу, а то пришлось бы мучиться еще, так сказать, долго. Хоть бы сейчас бы это все отображалось правильно. Я надеюсь, будет правильно все работать. Конечно, сейчас копаться в плагинах это не то будет. О, вот сейчас, друзья, все правильно. Вот сейчас все окей. Слава богу. Все, отлично. Все, можем дальше спокойно играть смело. Вот в таком мы костюме, в общем-то, Региной. Да, в общем-то, этот плагин и наставим. Технический ремонт. Мы проведем технический ремонт, поставив определенные задачи. Бог будет отвечать за третий энергоблок. Алик проверил систему водоснабжения. Во время проведения ремонта, не забудь закрыть задвижки для охлаждения трубопроводов, Алик разблокирует панель управления за слонкой, и Бобс может осмотреть реактор. Недавно произошел взрыв, и помещение контроля за водоснабжением... Так, так, как-то резко обрывается. Этот взрыв вызвал трещину одной из бетонных колонн. Еще один такой взрыв, и колонна развалится. Не забудь устранить эту трещину. Костюм ее полнит. Гибгиб, ура! Да, гибгиб, ура! В общем-то, работает все правильно. Если что, если там уже когда будет нормальная поверхность, На поверхности там уже поправим все дела. На другой плагин быстренько. Те, тут у нас что? Этот знак воду спрещает вход. Энергоблока какого-то. Нет, так не появится, где челлендж. Челленджа не будет, Боба, такого. Подводу транспортный переход. Так, не вы засранцы. Я вам надену задницу, только повесишь. Так, тут как-то можно было костюмом управлять, если я не ошибаюсь. Прыгать там, я не знаю. Так, вот это оглушает врагов у нас. Мы еще отодвигаемся. Треугольник подпрыгиваем, как космонавты. Эх, двое. Так. Пониму-ка, продвигаемся. Без вреда, 6000 бонус. Этот лифт используется в строительных целях. Но к нему не подключено питание. Ладно. Так, а что у нас вообще за оружие? Основное подводное оружие. Сразу выпускает три иглы. Очень много игл. Проще говоря, не бесконечный. Так, дополнительное. Выпускает ударную волну, временно оглушающую врагов под водой. Понятно. Так, у нас, блин. Засранец. У нас уже конкретно ранил. Так, восполнили полностью жизнь. Я люблю тут мелодию. Но она тут еле чувствуется, так сказать, эта мелодия. Так, дарю аптечку. Так, рассмотримся. Так, ты где? Я тебя чувствую. Ты где? Где-то плавает. Вот он. Да, ёпки-палка. Так, наглушили засранцы. Набирали мы с задницей. Так, здесь, короче, что-то поумное я вижу. А, ну это тот же самый проход, просто так как кругом мы прошли просто. Вот так. Появись только. Я тебе устрою. Египетскую силу. Блин. Он меня сейчас со спиной как-то ударил. Я думал, что его огушил. Ну иди сюда. Иди сюда, мать твою. Не надёте с задницей. Всё, отлично. Разобрались с этим медоноском. Я что-то чувствую. Да-да-да. Я что-то чувствую. Так. Ну всё, давайте идти дальше. Тут, по-моему, они до бесконечности будут вылазить. Так, один момент чуть-чуть подвинул. Эмбулятор. Так, сейчас. Да. Так, вот нам дали. Что-то дали, короче говоря. А, это же этот, магазинка, господи. А вот новое оружие. Вода, граната. Мощнейшее подводное оружие. Небольшой торпедой способно уничтожить прочные вещи. Вот это нам и нужно. Не люблю тут ещё прыжки. А я, кстати, их люблю. Они мне прикалывают, эти прыжки. Не знаю, как вам, друзья. Мне они очень нравятся. Так, магазин. Единственный магазин я куплю, наверное, на 6. 6 тысяч. Там было 50. Хотя, блин, не обязательно было. Ну да ладно, что там 6 тысяч. Мелочи. Вот пользуется лифтом, да. Этот затвор перекрывает воду. Тут можно услышать звук работы машин. Похожие машины работают исправно. Ладно. Зачем что-то поднялись непонятно. Мы узнали, как работают машины. А, ну, в принципе, мы купили ракетницу, кстати говоря. Я знаю, где её применить. Не думаю, что не только я уже знаю, куда её применить. А многие, кто играл в эту часть. Говорим, как космонавты. Только подводные. Только подводные. Вот эти ящери тролльные. Ты прыгаешь, а он сейчас ты его кусает, ты падаешь. Да-да-да. Я помню, были такие фейлы. Коанна треснула, теперь она ненадёжна. Даже при помощи не слишком мощного оружия можно её разрушить. Ну, короче, можно разрушить. Используя нашу ракетницу, проще говоря. Так, сломали. Вот с ракетницей хорошо можно выносить. Довольно быстро. На стене расположен терминал судьбы единства смерти. Клавиатуре нет, наверное, как-то какая-то рептилия её уничтожила. Это терминал подаёт питание строительному лифту. Вода техничества. Так. Так, техничество крифт ухода. Кто-то погрыз сохранялку. Да, кстати, кто-то погрыз. Это наш, наверное, вот этот подводный динозавр. Так, нечего бы жрать. Буду погрызть терминал с сохранялкой. Ну, голодный. Жрать нечего в итоге. Не то, что есть. Так, вот мы спустились. У тебя есть шуб. И что это? Какая-то непонятная. Вещь-то. Тут у нас это инструменты используются под водой. И кто-то, вероятно, проверил уровень износа деталей. А, кстати, труп. На этом водоплазном костюме уже вырос мох. Так, кажется, всё. Сейчас можно спуститься. Кстати, активировать одну детальку. Вот эту. Блин, откуда он взялся? Подонок. Так, я тебе надрал задницу. Будешь знать, как... Трубить девушку. Так. Второй готов. Чёртовы не доноски. А? Пооткрались незаметно, называется. Даже под водой тут так играет этот... Так сказать, сейф-рума. Так, вставляем, короче, этот клапан. Шуб. Шуб необходимы для охлаждения затворов трубопровода. Включите вода. Так, а, кстати, вот эти векставни открыли, которые были закрыты до этого. Теперь можно туда попасть. Охлаждающий трубопровод. Затворы открыты. Шуб необходимы для охлаждения пуканов, да? Ну да. Тоже верно. Вставляешь, и, как говорится, охладил. Дубоповый. Да, это, конечно, было бы ужасно увидеть такое... Зрелище, так сказать. Зрелище. Тек Маленький засранец, вкусил меня Так Птичка маленькая нужна Так, по идее я должен Сейчас еду правильно Бубы замолчён Абьюзыча просил челлендж Буба, ты там не объезжайся только, ладно? Я упрою челлендж Но сам понимаешь, проходить вот это всё В невидимом режиме Это самоубийство, как говорится Так сказать, из-за глюка У тебя есть ключ города, отлично Труба для подачи кислорода оторвана от водолазного костюма Это ещё один друг Они потаятые рептилии Благодаря длинной шее Они высовывают в голову и дышат Есть сведения, что видели, как они нападали на птеранодонов из воды Благодаря длинной шее Если они на тебя напали Целься в голову Они попробуют затащить жертву в воду с помощью длинной шеи Если на тебя напали, лучше всего выстрелить в них Если ты столкнулся с ними в воде Единственное, что может причинить им бред Это взрывная артиллерия Также остерегайся сильного течения Которое они производят Когда бы Было бы мудро избегать сражаться с ними в воде Такая вот реакция От Николая Дроздова, друзья Если так можно выразиться Ну, в принципе, понятно Поднимаешься на лифте, да Значит, не спускаешься Почему они написали поднимаешься? Господи, конечно, переводчики рулят в этих играх Это уж точно можно сказать Так, а сейчас, по-моему, будет тут Наш такой босик Но он довольно слабый сам по себе Единственное, что надо у него будет пострелять хорошенько Для нашего аптечек хватило Эгегей, привет, Светик Рад тебя видеть на канале Присаживайся к нам на трансляцию На огонек Проходим мы сегодня на Крис-2 На Пустишн-1 Кстати, это как раз вовремя Ну, сейчас будет босс у нас Внимание! Поврежден реактор третьего энергоблока Реактор третьего энергоблока поврежден Подключение к запасному источнику питания Участок будет заблокирован По избежанию взрыва Так... Молодец ты, здоровая амфибия. Все, заводили вообще на изичах. Течение воды соответствует норме. Деактивация режима защиты. А, ну конечно, раз один полевый азавр там плавает, так сразу, раз мы у заводчика теперь двери все открылись. Ну, как всегда. Так, возьмешь аптечку М? Да, возьму аптечку М. Так, еще полетаю, пока есть возможность осмотримся тут, что вообще, где. В каком-то тупик. А, нет, здесь такого проходит. Так, еще тебя куда-то попал не туда. А, это понятно. Так, давайте-то пойдем в другую зону. Сюда. Ай-яй-яй, упал. Так, еще раз. Космонавт пробует еще раз взлететь. Так, аптечка С. А вот и Буба вернулся. Ты ходил за лимонадом? Ну, приятного тебе, так сказать, питья. Возьмешь аптечку М? Да. Возьму аптечечку. Хотелось бы, друзья, поприветствовать, кто смотрит на Ютубе. И сказать сразу, что, друзья, извините, если я вас не вижу на Ютубе. Потому что чат не хочет, так сказать, закреплять Ютубовский чатик. Но зато видит чатик Твича и ГГ. Так что, друзья, не обижайтесь, если я вдруг вас не увижу на канале Ютуба. Моего канала. Так, не вывести больше вещей. Окей. Хемостат, конечно. Можно было бы выкинуть как раз таки аптечку. Вот эту можно принять и будет место. Так, отлично. Просто здорово. Пополню. Напасы. Это панель подачи питания. Воспользуюсь ей, да. Можешь подняться вверх. Поднимешься на лифте, да. Так, ну наконец-таки мы вернулись на нормальный облик. С возвращением. Как водичка? Не советую здесь нырять. Эй, говорит Дэвид, ответьте кто-нибудь. Со мной все в порядке. Я... Я знал, что ты жив. Дилан, я нашел оставшихся в живых. В самом деле? А мы уже собирались уходить. Ты где? Это место называется Эдвард-Сити. Скорее... Дэвид. Дэвид. Эдвард-Сити. Это не так уж далеко отсюда. Идем. Наверное, кризиса хватит еще на серию две. Режина взяла карту и подпились в Эдвард-Сити. Понятно. Ну, посмотрим. Может быть хватит, может нет. Посмотрим, друзья. Так, давайте восполним припасы. Потому что, чувствую, нас ждет битва такая нехилая впереди. Сейчас, так сказать, начнется моя любимая часть. Вот в этой серии. Так, так сказать, походка Эдвард-Сити городу. Магазинчик. А почему ты зритель Ютуба упомянул, что Твитча нет? Ну, потому что Твитч, как бы, я же вижу, например, что с Твитча пишут, как бы, чатик воспринимает то, что с Твитча пишут люди, а с Ютуба нет. Он, как бы, чат не хочет захватывать Ютуб, чат почему-то без понятия в этом я все перепробовал уже. Так, новые две пушки у нас, друзья. Античная пушка. Способна пробить почти все. Отдача такая огромная, что нужно останавливаться. Так, давайте ее возьмем. Отлично. Так, еще какой-то стрелять пятью минами, которые взрываются и переворачивают противников наспех. Тоже нужно будет. Так. Эх, немножко не хватает на броню. Легкое оружие. Это оружие может уменьшить на половину полученных проживаний. Точнее, это не оружие, это броня. Почему перевели как оружие? Я вообще не понимаю, когда разработчики что-то печатали, почему они писали это как оружие? Ну, видно, что это же броня. Точнее, не разработчики, а переводчики, блин. О, ты твич все-таки прилепил. А, ты только сейчас об этом узнал. Я же говорил еще когда, что твич работает, как бы, все дела. Можешь зайти на твич, попробую что-нибудь написать оттуда. Так. Вот что-что. А вот этому оружию, конечно, нужно купить картридж. Но пока не гугл. Те, гугл переводчик в помощь. Да-да-да. Вот без гугла как раз-таки его нам тут точно не хватает. Ну, по крайней мере. Главное, что они перевели игру эти переводчики-то. Это самое главное достижение за всю, так сказать, какую-то, так сказать, переводческую карьеру. Потому что если бы не перевели, было бы плохо. Непонятно играть. Не поняли, что происходит в сюжете. Что у нас тут еще есть? Здесь много мелких предметов. Вряд ли они тебе пригодятся. Их часто не задумываются о том, что переводят. У них же нет картинок в тексте. Вот так делают нахуй руку. А в игре уже не проверять толком. Ну, наверное. Рапторы посильнее появились. Это уже срана. Так, тут уже, друзья, нужна тяжелая артиллерия. Ох, нехилая пушка. Разнесли в коче. Так, Трицератур вздоху лежит. Большая траворядная рептилия Трицератур ввязывается в стену. И, окочурившись, похоже, кто-то выстрелил в нее ядовитой пулей, поразив ее нервную систему. Че-то, она ж куски мяса отлетает от этих медомонстров. Ложешь еще пробивать насквозь. Недренный батон. Виден след от укуса. Возможно, это укус динозавра, который мы еще не видели. Это нашу новую динопопку. Так. Иностранцевия. Какое-то непонятное название. Длина 37 метров. Рост 1-2 метра. Записи наблюдения. Ход в пещере, который ведет к городу, проходит через вулкан. Два года назад внезапно проснулся. Приблизительно в это же время стало появляться четвероногое животное. Кажется, они любят жару и темноту. Мы думали, что эти четвероногие существа были травоядными, так как в их среде обитание мало живых организмов. Но когда они напали на человека, мы узнали, что на самом деле они были сиядными. Хотя они неуклюжи, надо найти способ, как им противостоять. Запись боя все еще надо найти способ, как им противостоять. Они неуязвимы благодаря своей ультрапрочной броне. Ни одно огнестрельное оружие не причиняет им вреда. Их челюсти тоже крепкие. Такие крепкие, что дробят каски. Единственное эффективное средство против них, это когда они стоят на задних лапах. Именно тогда тебе надо стрелять им в живот. Кажется, это слабое место. В данный момент процетип оружия находится в стадии завершения. Когда это оружие будет готово, оно должно опрокинуть их на спину. Но мы не знаем, сработает ли это. Так, звучок хороший, но вот зря они музыку сюда не встали, атмосферник. Это да. Автомобиль загружен пустыми баллонами. На баллонах есть пометки, опасность газа. Кто там еще хотел задницу надрать? Вот вам казвы. Доноски маленькие. Так, вот мы зашли. Так, здесь что у нас? Это маленький лифт. Им почему-то мало пользовались. Ну, точнее, это погрузчик, а не лифт. Переводчики молодцы, как всегда. Так. Кажется, какая-то огромная сила уничтожила его. Так, вот это лазавр, байк. Какие-то не успел еще полететь, как говорится, так сказать, ступить в битву и его уже на крыле. Внутри все еще есть бензин. Шины уже давно никто не использовал. В общем, шины сгнили, все испортилось. Так, вот такой магазинчик тут уже. Можно даже что-нибудь купить оружие. Так, вещь же продавалась. Эх, чуть-чуть не хватает. Буквально чуть-чуть. Магазин. Так, ну все. В принципе, сохраняемся. На сегодня, я думаю, буду заканчивать уже, потому что уже время, так сказать, скоро 11 уже. Надеюсь, и спать будет скоро уже пора. Так, сохранено. Отлично. В общем, сохранились, друзья. В общем, друзья, продолжим мы с вами, так сказать, завтра. По 9, наверное, или 8 начнем стрим. В общем, всем спасибо, кто был сегодня на трансляции. Вся необходимая информация под плейером Good Game. Все ссылки на мою группу ВК там. Вся последняя информация в группе ВК. Друзья, подписывайтесь, следите за анонсами. Ставьте, колец, лайки. В общем-то, и что еще. В общем, всем спасибо, друзья. Всем желаю спокойной ночи. Приходите завтра, буду всех ждать. Завтра будет стрим, 8 часов. В общем, друзья, всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok